Что вам от меня нужно? Уходите! Нет! Нет! Не приближайтесь! Одним прекрасным вечером я решил забраться в заброшенный лес, чтобы найти редкую печатную машинку. Сегодня это моя главная задача, и поэтому, надеюсь, я не подведу своего напарника, который помог мне перелезть через этот высокий забор. И добро пожаловать! С вами, как всегда, Пози, и добро пожаловать на хоррор-карту в Майнкрафте No One. История гласит о том, как два парня решили забраться и достать редкую печатную машинку, и вдруг произошло нечто. Мы с вами идем по лесу. Какая прекрасная погода. Смотри на эти звезды, да? Смотри, как медленно они идут по этому черному-черному небу. Слушайте, мне уже немного стрёмно. Мне кажется, что кто-то сейчас на меня может выпрыгнуть. Я вот прям иду, 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 и я понимаю, что на мне какой-то странный эффект. Знаете, это тот самый эффект, который не позволяет быстро идти. Алло, я тут кое-что нашел. Ну и что же это? Похоже на старую маленькую хижину. Зайди внутрь, вдруг печатная машинка именно там. Ну, я как бы и собирался. Короче, сейчас нам нужно зайти в эту хижину. Чё-то она мне как-то не внушает доверия. Ну ладно. Три, два, один. Сезам, откройся. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Тут есть кто-нибудь? О, это кажется та самая печатная машинка, которую мы с тобой искали. Это же всего лишь дощечка и кирпичик. Ну и ладно. Это она, я нашел ее. Отлично, бери ее и иди назад. Погоди, она что-то печатает. А, очень смешно. Я не шучу, я даже не касаюсь ее кнопок. Может это... О, нет, связь пропадает. Я чувствую себя очень плохо. О, боже мой. Такой прекрасный день, чтобы продолжить писать повесть. Наша цель сесть за печатную машинку. Так, стоп, я ничего не понял. Сейчас я взял печатную машинку, которая что-то печатала. И вдруг меня куда-то телепортировало. Так, стоп. На этом мой мозг перестает соображать. Мы находимся с тобой в какой-то комнатке. Тут у нас окошко. За окном почти ничего нету. Голубая кроватка. Цветочек. И это, видимо, тумбочка какая-то. Окей, я не знаю, что будет скрываться за этой дверью. Поэтому давай-ка мы с тобой просто... Вот, да ладно, открываем, окей. Открываем. И тут у нас опять тумбочка. Короче, мне нужно найти печатную машинку. А это у нас просто обычный булыжник плюс дощечка. Поэтому, надеюсь, она будет где-нибудь здесь. Стоп. Двери ведут в никуда. Что, простите, что такое бывает? Ладно, окей. Окей, мне уже немного страхова. Вся эта история начинает меня немного настораживать. Кстати, я нашел, кажется, офис, где мы будем что-то с тобой печатать. Так, это печатная машинка. Как ее активировать? Что мне сделать? Кулачком ударить? Нет. Тумбочку как-то активировать? Нет. Может быть, мне нужно сесть в запечатную машинку? А, начнем. Оу. Великий куст. Это уже третий раз за неделю. И за что я им только плачу? Нужно настрой счетчик. Он находится в подвале. Стоп. У нас кто-то выключил свет? Ааа, да ладно. Свет погас. Но я знаю, что сейчас будет. Сейчас нас будут преследовать какие-то космические твари. Только не это. Ладно. Окей, будем идти очень аккуратно. Вау. Мой дом, конечно, небольшой. Но я не думал, что он настолько маленький. Нет. Здесь определенно что-то не так. Стоп. Вам не кажется, что мы с вами шли немного по другому коридору? Мы здесь с вами не были. В этой локации. Ладно, окей. Открываем дверь и... Там свет горит. Стоп. Эта дверь ведет в подвал. Ха-ха-ха. Это дом-трансформер. Кажется, я все понял. Ха-ха. Ладно, спускаемся на первый этаж и... Эээ, здравствуйте. Это вы отключили энергию? Но как вы сюда попали? Я ведь всегда забираю дверь. Что вам от меня нужно? Уходите. Нет, нет, не приближайтесь. А-а-а. Ха-ха-ха. Воу, это было стрёмно. Кровь, пролитая владельцем, печать ставят на предмете. Отныне он принадлежит только одному. Его заберешь, вслед за владельцем уйдешь. Это, видимо, этот призрак сказал, которым мы встретили, или... Ох, как же болит голова. Постойте-ка, где я? Я уверен, отсюда можно выбраться. О, да, замечательно. Нас теперь телепортировало за решетку. Просто шикарно. Так, тут у нас есть решетка. Тут у нас есть железная дверь. Эй! Помогите! Может быть, кто-нибудь даст мне руку? Нет, кажется, я здесь застрял. Может быть, что-нибудь за ковриком спрятано? Слушайте. Мне кажется, что-нибудь в одной из этих щелей запрятано. Так-так-так-так-так-так. О! Опа! Сундучок. Замечательно. Ржавый лом. О, мы с тобой нашли ржавый лом. Замечательно. С помощью ржавого лома мы сможем с вами выбраться. Окей. Ломаем эту металлическую дверь. И идем очень аккуратно. У меня есть оружие! Не приближайся, призрак. Я тебя буду атаковать. Я тебя предупредил, если что. Мне кажется, если я сейчас подойду к этой решетке, будет какой-то скривер. Окей, окей, окей. Испугал, нет? Тут мне уж точно не пройти. Интересно, здесь есть еще один выход? Да, здесь есть выход. Либо здесь, но здесь решетка пустая. Либо сюда нам нужно идти, но здесь у нас кровь. Ой, да ладно? Тут у нас еще и кровь. Оу, щищ. Так, окейшки, мы с вами пришли туда, куда они должны были приходить. Тут у нас кровь. Тут у нас, видимо, какая-то кроватка или коврик, на который спал другой человек. Кровь остается на печатной машинке. Погодите-ка, мне кажется, это как-то взаимосвязано. Ну, типа, возможно, здесь был тот же чувак, который тоже дотронулся до печатной машинки. Или который тоже пытался ее выкрасть. Окей, ладно. Аккуратно спускаемся сюда. Что это тут у нас? Опа. Это... Что это? Это что, могилы? Нужно бы скорее выбираться отсюда. Да ладно, это могилы. Камон! Здесь три могилы. То есть, получается, три человека пытались достать печатную машинку. И это чудовище или призрак, или кто он там, приводил их сюда. Ооо, мне это не нравится. Так, следующая комната. Что у нас тут? Кстати, у меня есть книжка, я ее еще не читал. Я хотел бы извиниться за то, что меня не было так долго. Просто я уезжал. А когда вернулся, у меня было дел по горло. Сейчас я снова здесь. И пока я работаю над новой картой... Ой, да ладно! Чувак, где твое РП? Зачем ты мне дал эту книжку? Что это за комната? Что у нас тут? Так, тут опять у нас просто обычная решетка. Тут, видимо, еще кто-то был. Да ладно? И следы крови ведут за эту дверь. Это не есть хорошо. Ежедневник! Неплохо. Давай-ка мы с тобой прочитаем. Я просто хотел забрать эту печатную машинку и все. Но как только я ее взял, я, короче, до дома не дошел. Голова закружилась, я проснулся здесь. Ух, здесь так сыро и холодно. Я чувствую себя очень плохо. Потому что я мертв. Ухаха! Блин! Это, это стрёмно! Печатная машинка всех убивала! Оооо, нет! Беги! Ооо, нет-нет-нет-нет-нет! Длинный коридор! Длинный стрёмный коридор! Дайте отгадаю, за мной сейчас кто-то бежит! Ооо, нет-оо, нет-о, нет-о, нет-нет-нет, его еще нет сзади. Окей, что это за черные квадраты? Я не знаю, что это. Ооо, я иду все медленнее и медленнее. Вы, наверное, этого не замечаете, но я прям это ощущаю. Оооо! Как же медленно я иду. Обернись. Фух! Ну что ж. Ооо! Что за? На мне петля! Помогите! Эмм, типа он повесился? Его кто-то повесил. О, нет. О, нет. Звонит телефон. Ох, надеюсь, это важный звонок. Я проснулся у себя в комнате. Цель взять трубку. Окей. Алло! Здравствуйте, это полиция. Вы подавали заявление о пропаже Николаса Джи. Да, это был я. Так вот, мы его нашли. Понял, подождите, я скоро буду. Эмм, полицейская машина. О боже, Ник, что с тобой произошло? Эмм, поговорить с полицейским. Что с этим полицейским не так? Ой, извините. Кажется, я вас немного раздел. Что с ним? Сэр, скажите, были ли у вашего друга суицидальные наклонности? Я, я не знаю. No one by simple. Спасибо за игру. Ну что ж, кажется, мы с вами прошли эту карту, и давайте-ка мы с вами её подробно разберём. На самом-то деле, история достаточно страшная. Два парня решили забраться в заброшенный лес, где была небольшая хижина, чтобы достать редкую печатную машинку. Скорее всего, для какого-нибудь аукциона, или же они были писателями, я не знаю. Когда мы берём эту печатную машинку, нас телепортируют в прошлое. И там как раз-таки был этот писатель. Писатель, который владел этой машинкой. Мы гуляем по его дому, он садится печатать рассказ, но вдруг у него отключается свет, он спускается в подвал и встречает там... НЕЧТО! Это нечто приклинает эту печатную машинку. И затем мы просываемся с вами в темнице. Мы пытаемся выбраться, нас ловит что-то, и мы вешаемся. Короче, возможно, мы просто сходим с ума в этой тюрьме. Как-то так, как-то так. Это на самом-то деле достаточно криповая карта. И надеюсь, вам понравился этот ролик. Ставьте лайк, если хотите больше хоррор-карт в Майнкрафте. Однозначно, это не самая страшная карта, но она достаточно криповая. Сама история достаточно криповая. И подписывайтесь на мой канал, если вы ещё не подписаны. Адьос! Субтитры сделал DimaTorzok